Ты познал тайный чёрный чар, колдовство твой, проклятый дар. Дикий, горкий, ночной угар, лютый ненавистик пожар. Привет, у вас Амигос, наконец-то Ведьмак продолжается. Многие ждали, многие заждались, писали, чтобы я поделал побочных квестов в этой игре. Но я и сам знаю, что побочные квесты здесь великолепно сделаны, как вообще всё в этой игре. Поэтому надо... Эт, слышали? Надо идти к доске объявлений, и рядом с этой корчмой как раз одна из них. По-прежнему обсуждают, смотрите. Граждане уже начали обсуждать турнир, поскольку это теперь уже, ну, пройденный квест. Поэтому окружающий мир в связи с этим изменился, что как бы добавляет ещё плюс 100-500 лопат счастья к атмосферности и прочим радостям. Ну, круто вот всё здесь сделано. Не то, что 4-й Fallout, который по всем старым, мол, тважным канонам RPG сделан. То есть ты идёшь-идёшь, видишь NPC, подходишь, он тебе даёт какой-нибудь квест, типа, пойди. Ммм, собака левитирует. Прикольно. Писик хорош портить всё. Вот, так, доска. Ты ничтожество. Настоящему хочу заявить, что Ян из Чернолесья похититель эрифм, мерзкий занижатель ставок и рыбкин хуй. Ай, бля, рыбкин хуй. Боже, поляки. Желаемую сердечно-триппера, разрыва пищевода и язвы заднего прохода. Ха, лэ, папильон. Поляки вообще владеют. Разыскивается белый волк. Ведьма Геральц Зривий, прозванный белым волком, разыскивается для работы проводником. Заказчик обещает высокую ставку за необычный заказ. Подробности во временном походном лагере графа Беледаля. Внимание, убедительная просьба прочим лицам не являться в указанное место и перестать выдавать себя за Геральц. Геральц Зривий. Граф Беледаля не вчера родился и хорошо знает, кто тут ведьма, как-то шельма ничтожная. А темное и лишнее, что является в лагере в разных одеждах и с деревянными мечами, просим наконец успокоиться. С деревянными мечами. Господи, дайте этой игре какую-нибудь премию, пожалуйста. Объявление княжеского Камерленьо. Не знаю, кто такой Камерленьо, впервые вижу эту слову. Наверное, кормчий собак какой-нибудь. Так, странствующие рыцари и прочие силачи. Княжество призывает вас на помощь. Вас ждет щедрая награда. Подробную информацию можно получить в представительстве Камерленьо на площади спящих рыцарей. Что за площадь спящих рыцарей назвали тоже? Объявление генерального казначейства княжества Туссент. Генеральное казначейство объявляет устные торги по продаже недвижимости, включая постройки сельскохозяйственные угодья и винодельни, расположенные в районе леса Караберты. И оставленные в наследство казне княжества графом Креспи, который уснул вечным сном, не оставив наследников. Принимая во внимание исключительное свойство поместья Беллигард и его значительные возможности в области производства винт, проставляющих княжества в самых отдаленных уголках мира, к торгам допускают исключение граждан княжества Туссент. Странствующим рыцарем, впрочем, подобного объявления всем и каждому о том объявляем, что необходима будет помощь добровольных сил охраны порядка при передаче означенной недвижимости новым владельцам, могут возникнуть незначительные трудности избавления от которых, возможно, исключительно с помощью средств непосредственного принуждения. Боже мой, что же так за умными словами-то? Эту записочку про рыбкин хуй я тоже, пожалуй, заберу. Большой Боклерский турнир по Гвинту. Сразу до свидания. Заказ для Ведьмаков в сопровождении каравана. Внимание, Ведьмака или Ведьмаков. Боклерская гильдия Бондарей ищет человека или людей для сопровождения каравана торговцев под землям Белого Ужаса. Более подробную информацию можно получить у Гастона Легафа. В лагере торговцев к лесу севера от Минодельных Коронта. Могрин Пулин, младший секретарь по делам Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Тополя. Окей. Так, чиновник просит о помощи. Может, удастся неплохо заработать. Тусент вообще, конечно, край благодатный. Во-первых, здесь очень красиво. Во-вторых, здесь уважают Ведьмака, что я впервые, наверное, вижу, потому что раньше мутант, урод, приблуда и так далее. А здесь вот прям Ведьмаков ищут, хотят нанять и так далее. Ну, возможно, это хорошо, что Геральту здесь дом дали, не знаю. Так, доп. задание. Ух ты, ёпта, ничего себе, 47. Рыцарь-наемник отправится к княжескому Камерленью, чтобы узнать о романсе контракта. Винные войны. Против место проведения аукциона. Перемена. А, вернуться. Дополнительное задание найти могилу. Ну, давайте будем делать под нарастание левела, как бы, чтобы, ну... Потому что иначе 35-го уровня квест делать будет очень скоро, вообще бессмысленно. Перемена Тусент. Найти могилу Морона в городском кладбище. Белый теплый летний вечер, а может солнечное утро не играет роли. Главное, в этот день, наш Ведьмак получил письмо от чердейки Йеннифер. Дженнифер. Нет, нет, Йеннифер. Просто назовем ему Дженнифер. Йеннифер. Что это длинный имя? Ай, тихо-тихо-тихо, подожди. Подожди, вы не подскажете, как пройти. Вы не подскажете, вы не подскажете, у вас что еще? Белье не изобрели, посмотрите, какую у нее. Ну, в принципе, я уже видели такой вырез. Ах, это Тусент. Ах, это Тусент, интересно. Где же, интересно, в реале находится этот Тусент? Что, бабушка, ты же вон мечом, ты же вооружен. Что ты, бабушка, бабушка, крестьянин. Так, а где у кладбища-то находится? У меня там вообще паст-тревел-то хоть есть? Ах, это на рынке. Ой, это в городе, в столице практически. Кстати, там есть тоже доска объявлений рядом. Что как бы намекает на то, что удачно я зашел. Тусент, вот даже город здесь как-то немного отличается, ну как немного, заметно отличается от Новиграда. Здесь дома, вот какие-то прям, как будто пряничные, какие-то все разноцветные, нарядные. Прям вообще сочно все, красиво. Он охранник, он на Алибарде уснул. Так, заказ. Великий мастер-бронник. Магистр латного дела из Боклера ищет отважного человека, который поможет искать давно пропавшие чертежи. Это очень опасное задание, которое выплачено, соответственно, вознаграждение. Видимо, вознаграждение будет выплачено эпичной броней. Объявление о турнире кулачных бойцов. О, нет, только не это. Силач, ты думаешь, что ты непобедим, потому что справился с собственным Шурином? Соседи уступают тебе дорогу, в таком случае сразить за титул чемпиона Боклера в кулачных боях. Победи трех чемпионов, и затем тебе предоставится честь помериться с силой с самим мастером. С мастером Тайсоном, наверное. Подробности у бэкмекеров в Сан-Себастьяне и Доках. Окей. Требуется вооруженный сопровождение ищем человека людей, умелого обращения с оружием, готового за разумную плату сопроводить нас в пещеру Альбертуса в исследовательских целях. Страншизующий рыцарь утверждает, что пещера безопасна, поэтому мы не ожидаем неприятности, но береженого лебеда бережет. Огюст Льюсен и Гюго Монары. Гюго. Вызов на испытания добродетели. Милостивый читатель. Годы проходят, времена меняются, и все доброе и прекрасное по-прежнему нуждается в своем защитнике. Прибудь же на остров Селяви и докажи добродетельность своей натуры в испытаниях. Если тебе повезет, тебя ждет награда. А если не повезет, то... Ема триндюлей дадут. Большой буклерский турнир по гвинту сразу. До свидания. Требуется было разумный профессионал. Ай, не та мелодия, простите. Требуется профессионал... Подождите, а какая же в профессионале мелодия была? Я помню, что я не в Морикону. Мориконы. Ай, уже в баф, пойму. Требуется профессионал для расследования таинственного происшествия со статуей Рижинальда де Обрея. Обязательно строгая профессиональная этика, благоразумие и опыт в сверхъестественных ситуациях. И приветствуется также безумный внешний вид, развитое чувство прекрасного опознания современной скульптуры. За подробности обращаться к Роноланду де Фолкфицеру, куратору искусств. Озеро Се Леви. Возможно, стоит на него взглянуть. Вот, вот, вот она мелодия. Это че? Шведский стол? Кто-то зовет меня? Или мне... Откуда музыка? О-о-о! Ах, Тусэнд. Ай, Тусэнд. Блядь, красотища. Я в последний раз такую красотищу в Биошок Инфинити видел. Там вообще... О, ждите, танцуют. Вообще так не в хвопат. Фредди всех нас хочет съесть. Что-то похоже. Да, прям. Красотища прям вот... Для спасения Тусэнд. Это возвращение к давним обычаям. А не два меча. Залепи-ка ты свой чебурек. Бля, вы посмотрите на это все. Жесть вообще. Биошок Инфинити, я когда впервые увидел, у меня появилась странная мысль, что если бы я был точно уверен, что после смерти все попадут в рай, и рай будет вот таким, как Биошок Инфинити, я бы на себя руки наложил моментально. Но теперь я не против попасть в Тусэнд. Это... Опять ты, придурок. Помогу вам пожарить ваши эти... Чё вы тут жарите? Боже, какая здесь красота. Не часто такое бывает, что по игре, реально по игровому миру хочется просто ходить. Серьезно, как сами знаете, самый атмосферный чел на земле, просто хочется ходить и смотреть на все это великолепие. Не знаю, тем более за окном у нас дожди, на говнище, ветрище. А здесь прям... А чё за пир-то у них тут вообще? Праздник какой-то. Там вон какой-то вжало, прощалыга какой-то вжало подсела, бухает, смотрите. Бля, музыка тоже вообще огонь. Лучше петушок в портках, чем в журавле в небе. Не, музыка, по-моему, громковата. Мне в ухо орёт сейчас, ну ладно. Что-то флейта перестаралась. Меня зовут Геральт. Что тебе нужно? Эти твои волосы, этот шрам, это выражение лица, они идеальны. Спасибо, мама постаралась. Чё ты нам, ты придурок? Ты мне чего-то определённого или просто восхищаешься моей красотой? Восхищаюсь, восхищаюсь и жажду. Ты такой грозный, такой мужественный. Ты чё, про межбулачный, что саш? Если ты пытаешься уговорить меня на свидание вечером, ничего из этого не выйдет. А, портрет. Ну, он же художник, это же очевидно. А как иначе? Твой портрет-анфас в полный рост на фоне лучшего пейзажа во всём Тусенте. Попозируй мне. Само собой, за работу ты получишь достойную плату. Ну, если только гроздью винограда не придётся член прикрывать, в принципе... Ладно, но времени у меня немного. Абсолютно, абсолютно. Мы лишь прогуляемся. Абсолютно, абсолютно. До холмы, за городом. Идеальный пейзаж станет достойнейшим обрамлением твоей нетривиальной физиономии. Ну, двинулись. Я только заберу из мастерской мольберты и подрамники. Серьёзно, вы в какой-нибудь игре такой квест видели? Встретимся в полотне у западных ворот недалеко от дворца. Оттуда и отправимся. Никогда не видел ничего подобного. Просто идёшь, идёшь и... Опа, квест какой-то необычный, интересный. Ладно, пойдём портрет сделаем, чё уж там. Чувак, тебя перекрикивают флейта, не слышно, чё ты тренькаешь. Так, а я вот эту доску обобрал, да? Нет, смотрите. Заказ, кладбищенские раздоры. Если больше никто из жителей нашего квартала ничего не замечает, я напишу. Так дальше продолжаться не может. С ума сойти можно от этого грохота на кладбище. Никто ведь ничего не делает по этому поводу. А слышат все, я знаю. Мне, например, госпожа Букет говорила, что она ночью напролёт спать не может, а ведь она дальше всех от кладбища живёт. Если найдётся какой-то ведьма, которая утихомирит все эти вопли, шумы, скандалы, такому я из собственного кармана награду выдам. Спрашивать в лисе-хитролисе господина Шарля Ланзано. Это я и буду. Лис-хитролис, капец. Приглашение на турнир. Дорогие гости, вы прибыли в Боклер, чтобы принять участие в истинно рыцарских торжествах в связи с огромным интересом публики. Все билеты на турнир уже распроданы, но я предлагаю очень хорошие места на трибунах. Разумеется, чем обзор лучше, тем цена выше. Но денег жарить не стоит. В конце концов, такие события случаются не каждый день. Пол Кольм. Спекулянт. Выгодный процент в период кризиса. Нуждаешься в деньгах? Хочешь пожить красиво, прежде чем сюда доказаться война с севера? Не жди. Сегодня же обратись в банк Чианфанелли. Предлагаем кредиты без поручителей, без залогов и при том подожжем выгодный процент. Чианфанелли это какая-то итальянская фамилия, должна быть еврейская, потому что кредиты придумали же. Рифмы на все случаи жизни. Вирши, эпитафии, фражки и поэмы длинные и краткие на любые темы. Сроки и цены доступны без сомнения. Полная секретность, море вдохновения. Ян из Чернолесья. Это не про него ли там писали, что он рыбкин хуй? Люди добрые. Наш бредный мир задум. Видел я несу светные вещи. Молодые девки раздевались доголой и обливали вином одна другую. Где ты это видел, господи? А оно аж расплескивалось по ним по всем. По всем, говорю же. А потом они даже целовались. Такая похабщина, что страх сказать. Если кто интересуется увидеть, так я за небольшую плату отведу. Не пожалеете. В случае чего найти меня можно в фрактирах. Из них любимых у меня нету. Так что я хожу во все. Спрашивайте о дрина. Забираю. Большой буклерский турнир по гвинту. Снова идет нахрен. Так, ну кладбищенские раздоры подождут. Я хочу сделать квест с портретами. Портреть хочу, господи. Вечный покой. Ну там лич опять какой-нибудь разбушевался. Эх, не повезло. Чувак, смотри, чтобы твоя лошадь на дорогу не насрала. Я... О боже, посмотрите, как они раскрасили. Плитку. Тусент это, походу, крайне жирующее графство. Хорошо, что досточтимая Канькини призвала такого мастера. Да, мастера нежить убивастера. Странно, статуи повторяются. Непонятно. Всего два с птицей, остальные одинаковые с мечами. Охота тебе весь день с ведром на голове стоять на страже. Стража тут, кстати, тоже немерено. Такое войско содержать тоже, наверное, бабла стоит невероятного. Что лишний раз доказывает, что Тусент просто не врут компот, какое зажиточное графство. Ну, если ведьмаку впервые подарили дом с винодельней, чё ж поговорить-то. А сейчас мы ещё и лучший вид увидим во всём Тусенте, потому что сказали, что лучший вид нужен, чтобы нарисовать. Рисовать портрет ведьмака. Статуя бабы с виноградом. Какая-то площадка непонятная. Клэрк. Улитка едет, когда-то будет. Это мим, что ли, мимик? Будь я хоть чуток здоровее! И чё бы ты сделал? Ой, маленький Рубин Гуд, посмотрите, какая прелесть. Лук как у Купидончика прям. Пью-пью. Нельзя им жаровню, чтобы зажечь. О-о-о-о. А это ведьмака только что свином назвали. Нет, наверное, направо вот это у вас с трубой. Ну, это турнирные поля. Смотрите, вон они внизу. Ах, да. Вот чисто на контрасте с каким-нибудь третьим Дарк Соулсом, а лучше с Бладборном, вот реально, прям вообще заходит. Реально, если бы после Бладборна я в это играл, я бы, наверное, ослеп просто. Ну, Иванич. Это твой вот папка травит. Риданский дворинец. Эстус течёт, наверное, нет? Здесь какие-то статуи, какие-то закоулки, вообще непонятно зачем сделаны. Я всегда мечтала выбраться на север. Крутизна, чё? На север. Ты живёшь в самом лучшем королевстве, по-моему, из всех и мечтаешь куда-то отсюда выбраться? Да ты дура, наверное, нет? Хотя, когда живёшь в таком месте, всю жизнь перестаёшь его ценить, наверное. Я вон в Питере живу и не знаю, на кой хрен приезжий ходит смотреть на разводку этих грёбаных мостов. Чё за зрелище? Это лучший вид? Там чё за арочки, посмотрите. Это вообще мне Аден напоминает из линейки. Ай, бля. Дворянка тут чё-то. Сикола, наверное. Гонец. У меня три дублета. Ни в одном не пойду. Три дублета, ни в одном не пойду. Почему-то нету значка квеста у него над головой. Я пришёл. Идём же. Мы как раз застанем самый лучший свет. У нас выйдет великолепная Кьера Скура. Кьера чё у нас выйдет? О, бля, какие горы. Ёптвою. У меня прям нет цензурных слов для восхищения. Пойдём. Чего не сделаешь ради искусства. Лучше поехали верхом. Так быстрее и удобнее. Чё-то куда-то ты меня, блядь, заманиваешь. Мне кажется, чё-то не очень-то прикольно. Моё полотно, горлица над соцветиями бурьяна, висит в княжеском дворце. Чучело, добыто во мной курориска, висит там же. И не исключаю, что набили его соцветиями бурьяна. У меня когда-то была кисть из перьев курориска. Лучшая кисть для темперы. Но я её лишился. Кот стащил. На что коту кисть? Чтобы писать картины, разумеется. Я же говорю, великолепная была кисть. И дорогая. Чувак-то адекватен. А, ты придурок. И в лесу нет комаров? Дальше пойдём пешком. Это приказы, что ли? Тут, кстати, пещера внизу какая-то. Ещё одна. Холмы Рододендрона. Блин, ну и слово. Рододендронов. А это чё такое? Шашлы. Местные шашлы. На кой хрен ты всё приготовил, а потом за мной поехал? Мы не видели здесь никаких ремесленных орудий. Что-то не так? Всё не так. Не могу же я писать без красок. Носил бы их с собой, олень. Разве что ты их сумеешь отыскать. Чё, по запаху, что ли? Чё, по запаху, что ли? Ай, хрен с тобой. Говоришь, я оставил их где-то здесь? Ровно на этом месте. У меня тут было всё так дивно приготовлено. Ой, блядь, эти художники. С холма сгодились. Ладно, поищу. Да, может их, блядь, гремлины, сука, в пещеру затащили. Я считаю, что жизнь подражает искусству, а не наоборот. Верно, Фингал. Возьмём, к примеру, барона де Корделя. О, да. После этой пьески Рибер-Жирака он попросил чародею удлинить ему нос. Какие тут все искусствоведы. Прям вообще, вы посмотрите. О. Я чё-то забыл, где в настройках включать... Где в настройках включать отображение на мини-карте предметов, которые надо найти с помощью ведьмачьего чутья. Я его, блядь, смотрел, смотрел. Я, блядь, ни хера не понял, где он его. Куда они его всё засунули? Сейчас я отсюда чувствую, свалюсь. Назад уже не залезу. Слебенок чёткий, но очень маленький. Ну да, и чё-то он наступает по два раза на одно и то же место почему-то. Так, ведьмачий нюх взял след. Ну, в пещеру ведёт, понятно. Куда же что-то. Я удивлюсь, если за пару кистей и краски не придётся убить сто человек. Вот и ещё одно пятнышко. Это, кажется, верный след. Чё только не сделаешь ради искусства. Я кого-то слышу, прям так хрюкает, как будто в ухо мне. Ну да, кто, блин, сомневался. Тут тоже капнула краска. О, в темнотищу идём. Так, где мой любимый эликсир кошечки? Блин, похожих до хрена теперь. Этот, этот. Кошка. Правда, у меня чё-то немножко аптечки нету теперь. Вау. Тупая метеоритная секира. Ну, это, видимо, для крафта метеоритная руда, все дела. Так, как тут сохранится-то? На всякий случай, а то опять квест завафлю. Накер. Похоже, краски стащили именно они. Но зачем? Рисует, что ли? Ну, почему-то драться-то надо со всеми. Вау, 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 вау. Ну, дамаг у них чё-то какой-то не очень. Ну, тут толпа прям. Да, если они по лёгким доспехам так мало наносят, что ж они наносят по тяжёлым? Бля, как тут боёвка, конечно, поставлена. Dark Souls по сравнению с этим просто редкостный примитив. Это я говорю ещё при том, что мне Dark Souls нравится как игра. Да, нарисовали. Вон, смотри. Тролль, да, похож. Не тот, который про лодки пел. Ну, может, не надо было их убивать. Агитационное искусство. Ничего себе, вёдра. А это краски. Похоже, с ними ничего не случилось. Ну, сейчас в соседнюю пещеру пойдём Альберт искать. Где-то же он должен рисовать. Серебро. Кровостой. Скелет, дожди-ка, чё-то я его не видел. Череп, гниющая мясо. Капец. Тут люди на шашлыках сидят, а он тут разлагается. Фига. Некультурно. Так, ну, как тут наверх-то? Ещё. Воронеглаз. Ну, я не думаю, что в DLC-шке завезли каких-то новых эликсиров или смазок для оружия. Поэтому, господи, какой бурьян так пьёпти. Что? Ласточкина трава. Так, я здесь ещё здесь. По следу краски я попал в их пещеру. Они нарисовали твоими красками фреску на скале. Что-то вроде батальной сцены. Это невозможно. Набрызгали на стену только и всего. Ну, ничего. Главное, основные цвета уцелели. Пойдём. Я пока ждал тебя, присмотрел получше, холм. Ты издеваешься, что ли? Надеюсь, ты его не в бинокль присмотрел. Надеюсь, это не один из вот тех на горизонте. Чёрт. Такое чувство, что этот квест как бы нам фантастически повезло с погодой. И свет идеальный, абсолютно. Идеальный квест. Свет. То есть, так, подождите, я же выиграл для своей коняшки кучу всяких хреновин. Может, надеть на неё что-нибудь? А в каком разделе тут лошадиная всё вот это? Он не помнит, откуда этот рог. Да нет же. В каком разделе лежат А, вот, платва. Седло рыцаря Равикса А, из черна 90 энергии. Ничего себе. А это сколько? 85. Афирское седло кочевника. Трофе Архигрифона. Шанс отрубить конечность. А это что? Дополнительное золото. Ну, золото сейчас понужнее, потому что надо виллу строить, наверное, поэтому на въезде в DLC-шку и дают этот артефакт. Эй. Так, а я чё, всё? А, ещё у меня был арбалет именной. 300% силы атаки. Получение адреналина, допустим, нужно прикрыть удары, 5% пищевого удара. Школа медведя, арбалет. Нахрен надо. Ой, красотища-то какая. Теперь у моей лошади железная жопа. Чё это было? Поболтаем немного. В таком случае я приму эликсир. В литургическом сне время проходит действительно быстро. Болтать не обязательно. Нет, 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 нет. Необходима соответствующая поза и выражение лица. Живой, проникновенный взгляд. Литургический сон исключается. Уверен? Ты мог бы назвать своё плотно ведьмак, лежащий без чувств в соцветиях бульяна. Шутишь? Остроумный ведьма. Не знаю, кому нравится позировать часами для грёбанных картин. В одной позе замерев. Жесть какая-то. Слава богу, что фотоаппараты изобрели. Шевелись, Плотва. Быстрее. Ну что, пришли? Да. Замечательный вид лучше некуда. Идеальный фон для нашего шедевра. Какой странный замок. Красиво. Замок без стен. Почему сюда никто никогда не приходит? А пока подумай, в какой позе тебя увековечить. Ага. Подумаю. Никто никогда сюда не приходит, наверняка потому, что тут какая-нибудь хреновина, блин, неведомая, вылупляется по ночам. Там, кстати, какая-то вообще усадьба. Это, наверное, есть минодельный ведьмака. Так, отлично. Все готово, можем начинать. Ты уже придумал, как будешь позировать? С членом в руке. На коне, в геройской позе, лежа. Вообще, он говорил, что картину хочешь в полный рост, в героический позе. Пусть я просто встану с мечом. Великолепно. Поза героическая. Как я мог подумать иначе? Отважный герой с обнаженным в чём. Давай на плечо так закинь, короче. Атакуй, пожалуйста, вон ту вергу. Мы её позже заменим на Грифона. Прошу прощения. Я могу начинать? Или ты хочешь изменить позу? Это он атакует? Да начинай, нормально. Давай, начинай. Плотва всё равно может поменяться. то самое выражение лица, которое у тебя было, когда я предложил тебе позировать. Этакая гримаса бешеного, брыкающегося муфлона. Слышь, ты меня за муфлона сейчас тебе свои кисточки сожрёшь, придурок. муфлон, блядь. Макрожопый. Долго ещё продлится это рисование. Сейчас окажется, что он карикатурщик какой-нибудь. Недолго, совсем недолго. Мы всё равно уже теряем свет. Прошу тебя, не меняй положение головы. Постараюсь. А ещё постараюсь запомнить, что художникам верить нельзя. А, Грифон! Да, знаю. Ты его позже пририсуешь. Да нет же! Грифон! Веди, не спрячься! Ой, мамочка моя! Внезапный квест, сука твою мать! Как-то мы зарбали это стрелять. О-о-о! Факел-то нахуй ты достал, господи! Ай, блядь! Нифига там криты на две с половиной тысячи залетают. Давай, дохни уже, нахуй. Ну, сейчас я буду с его башкой, походу, позировать. Как удачно он прилетел. А почему об этом нигде не написано? Хоть табличку бы поставили. перепугала. Ну, не насмерть. Ты жив, и в первую очередь потому, что выбрал в модели ведьмака. А что с картиной? Цела. Но сейчас я ее показать не могу. Никогда не демонстрирую публике неоконченных работ. Ой, блядь. Можешь взглянуть на нее завтра, в это же самое время. Она будет выставлена на рынке. На рынке. Он мне на картине не нужен? Давай, рисуй. Дороже продадим. Я в доле. На фоне падали. Интересная палитра красок. И эти текстуры чудесно. Полный восторг. Так свет же уже ушел. Там вон луна уже сзади какая огромная. Я вижу его позже в моей мастерской. Я как раз видел хорошую иллюстрацию в энциклопедии Максима Мунди. А то этот уж больно изрублен. Ну, никуда не годится, честно говоря. Ой, ну, хорошо. Мне этого хватит. Детали доработаю потом. Впрочем, свет мы все равно упустили. Видишь, уже темнеет. Вот твоя плата за позирование. Ну, и благодарю за спасение. Спасая меня, ты спас также и свой образ для грядущих, так сказать, потомков. 300 золота. Блин, мне долго придется тут на ремонт моих хибар зарабатывать. трофей грифона продать кому-нибудь. Что это такое? Мочевой пузырь? Да, да, мы знаем, что ты будешь там делать. Хорош. Эхо. Подождать один день, чтобы видеть картину. Там сто процентов будет какой-то стеб. Там должен быть какой-то стеб. Я воу, воу, не знал, что ты умеешь так на дыбы вставать по-жёсткому. Ой, олени, господи. Учитывая, сколько здесь такой живности, грифон должен был прилететь жирным, как мой кот. Перехвалил немного игру. Соизволила игра немножко вылететь. В который раз я порадовался, что записываю больше не бандикамом ОБСом и при вылетах из игры видеозапись больше не критуется, а сохраняется в целости и сохранность, что очень отлично. Оранжерейка. Где-то в такой же и убили нашего этого пирана или как-то ему звали. Ну, друга нашего, короче, родного. 200 метров до площади. думаю, сейчас на картинку полюбуемся и будем закруглять там, что-то там смотрите, птицы-то краятся. Птицы куда-то пропадают, снова появляются. швед объехали, сударь-ведьма. Много о вас говорят, ведьма, а еще больше говорят, шоу. Благородный Равикс, верно? Говорят, детей приносит тай. Спасибо, спасибо. Ну, честно говоря, почести победителя турнира могло бы быть и побольше. Должны были телочки там подходить всякие, говорить, типа... Да-да. Говорить там, типа, у тебя там это семи здоровое все дела. Так, ну что, делаем ставки, что там сейчас будет с этой картиной? Да-да-да-да-да-да-да, варварство, варварство, ну давай. Ну, что это за залупа? А, подождать один день. Красивая мелодия, да. Так, один день, это значит... Ну, я и так, во-первых, подождал 12 часов, давайте еще 12. Да, ёпте. 11. Сколько он там будет свою картину доканчивать? Если она должна была быть уже готова, пощупался. приходил бы лебеда за покупками сюда. Но? Чё это они так задумчиво смотрят? О нет, он что, голый? Ну, ты дебил. Привет, Геральт, мой добрый друг. Ну, я же сказал, виноград член прикрыть. И поза другая, блядь, я зачем вообще там позировал целый день, придурок? Не так я себе это представлял, и я прекрасно помню, что когда я позировал, на мне была одежда. Кстати, и другие мелочи изменились. Да, мой огромный член превратился в мелочь. Дитье изобразил тебя в очень выгодном свете. Картина уже притягивает зрителя и возбуждает немалый интерес. То-то я и вижу. Дам тебе совет на будущее, предупреждай о своих намерениях. Следующая модель может быть не столь. Ну, ладно, это не так плохо. Я бы действительно... Жаль, что тебе не нравится. Я бы действительно... А не хотел бы ты купить у меня эту картину? А нахуй бы ты пойти не хотел? И знаешь что? Я продам тебе ее по особой цене. А, ну... Что скажешь? У меня аж можно там ее в доме повесить. Тысячу, блядь! Это особая цена? Ну и ну. Высоково-то я себе мнение. У меня нет столько денег. Ну не страшно. Вернешься, когда будут. Хотя я не могу гарантировать, что тебя кто-нибудь не опередит. Да ее кто, блядь? Йеннифер купит только если поржать. А рыцарь-то на что я вас спрашиваю? Ой, блядь, ебало бы тебе набить, художник, хренов. Не, я бы на месте поляков по-другому бы, конечно, подъебнул. Я бы в натуре нарисовал его голым и маленькой гроздочкой винограда прикрыл там, типа, ну, типа у него маленький, короче. Вот. Вот это было бы Степа. А так он, ну, в принципе, довольно эпично изображен в стиле Леонардо, мать его, да Винчи, там, не знаю, кто там рисовал эти портреты, картины на потолках, где рука бога тянется к руке человека. Вот. В этом стиле картин, мне кажется. Хотя это уже небольшой знаток искусства. Ну, что ж, квест, ну, прикольный, необычный, веселый. Ну, ожидаемо, конечно, развязка, но все равно классно. Продолжение следует, чем жмите, чем пишите и все такое. Продолжение следует...